Притаившийся на затворках Демидовской площади памятник деревянного зодчества, дом Лисневского, автор проекта и архитектор сам хозяин, профессиональный инженер Александр Лисневский. Двухэтажный дом 1907 года пережил революцию, войну, перестройку, а в мирное время вот-вот превратится в развалины. Проснулась от страшного грохота. Я сначала не поняла. Слышу кап-кап, потом ба-бах. Уютная комната полгода назад. Заброшенный чулан сейчас. Обрушение может случиться в любой момент. Эта картина для Барнаула не новая, но в этот раз жаль не только людей, но и здание. Памятник в аварийном состоянии с 2014 года. Щель появилась 2 года назад. По какой причине мы не знаем, потому что дом весь проседает, и мы не знаем, в какую сторону это рухнет стена. Вот это вот обвалилось, когда шли дожди под обоями, там все, вот это место все мокрое было. То есть вот, мы переживаем, что балка вот эта прям, прям вот чуть-чуть, и она прям обвалится. Архитекторы не одно десятилетие отрубили, что памятник пора спасать. В 2015-м даже разработали план реконструкции, но воплотить его в жизнь не получилось. Не было денег на расселение жильцов. В ноябре 2020-го памятник все-таки включили в программу по переселению. Бюджет переезда и компенсации 16 миллионов рублей. Они нам предлагают деньги, чтобы мы пришли и подписали документы на ту площадь, которая была, я не знаю, как правильно сказать, изначально. То есть у нас было 37 квадратов, а по факту у нас 53. Ну, они 37 предлагают, да, на данный момент, то есть оплату. Вас это устраивает? Нет. У меня семья из четырех человек. Предложили мне на Кащеева, но я говорю, давайте, я говорю, приеду, как положено, возьму ключ, документ оформим, что я как бы приеду, посмотрю. Ну, то есть это все на законных основаниях. Приеду, посмотрю. Только выходной день. Ну, так как мы работаем, мы не в состоянии приехать. Вы еще не смотрели? Нет, 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 нет. Я не смогла ни дозвониться, и больше никто не звонит. Все. Ну, пока о конкретике говорить немножко рановато, потому что все идет процедурно. Сначала начинается расселение жильцов, которые в настоящее время там проживают. Эту работу организовывает муниципалитет. И после того, как все проблемы жилищные будут решены, уже тогда можно более конкретно говорить о сроках начала реставрации. Людей расселят, затем здания переведут в разряд нежилых. Только тогда начнутся работы. Не исключено, что дом станет филиалом, музеем, рестораном или офисом. Но это только в планах. А пока на дом Лесневского со всех сторон наступают современные здания, на фоне которых этот сказочный, легендарный терем может совсем потеряться. Валентина Аскирова, Александр Антропов. День с толком.